И это заключительный четвертый урок. Итак, когда мы настроили свет, нашу композицию, настроили все материалы, пришло время выводить картинку. Это видео для новичков, и вся структура упрощена для хорошего восприятия информации. Мои объяснения заключаются на ряде установленных ошибок, которые допускают многие люди. Поэтому здесь нет сложных оборотов и технических особенностей, которые не учат, а пугают на первых порах. Ну ладно, с этим разобрались. Когда мы закончили нашу композицию, мы заходим в настройки рендера. И здесь у нас появляется какой-то жуткий страх. Потому что огромное количество непонятных слов, диких терминов, начинает тебя отталкивать все больше и больше. Но поверь мне, большинством из них ты просто не будешь пользоваться. Для самых доточных я как раз и сделал полноценный курс, чтобы у тебя не возникало вопросов. Ну что у нас здесь есть? Первонаперво мы должны переключить рендер-движок на тот, которым пользуемся сейчас, то есть Redshift. И все параметры, которые настраивают конечную картинку, находятся во вкладке Redshift. Мы видим кучу вкладок, которые нам о чем-то говорят. В AOV у нас присутствуют настройки вывода пасов. Это изображения, которые складываются между собой, получая конечный рендер. Все эти изображения мы можем посмотреть вот здесь снизу. Нажимаем кнопку Select и видим здесь Beauty, Custom, AO, Background, Bump, Normal и очень-очень много пасов. То есть, грубо говоря, мы можем выводить отдельно наш Bump, отдельное отражение, тени, стекло, дым и все, что только можно. Чтобы в дальнейшем можно было обработать это изображение в каком-нибудь After Effects или Nuke. Также мы можем нажать на кнопочку справа Show AOV Manager. И у нас откроется необходимый нам менеджер, чтобы закидывать сюда необходимые пасы, которые нам нужно отрендерить. Давай попробуем закинуть сюда что-нибудь. Мы закинем Beauty, это основной рендер. Emission, это свечение. Находим Normal и Reflection. Как нам теперь посмотреть на них? Заходим в наш Render View и нажимаем вот на эти квадратики. Это бакеты, с помощью которых мы сможем рендерить изображение по квадратикам. То есть, у нас не будет интерактива. Но мы сможем рендерить в конечном итоге ту картинку, которую получили бы в настройках конечного рендера. И именно здесь слева можно заметить вкладочку, где мы выберем наши пасы. Таким образом, все эти изображения дают нам возможность корректировать картинку в дальнейшем. Отлично! Переходим обратно в настройки рендера и видим, что все наши пасы добавились во вкладку AOV. Здесь также есть небольшие настройки, но на самом деле все настройки находятся в менеджере, который мы открывали. Далее ты можешь настроить здесь вывод, например, поставить галку на Multipath XCR. И выставить определенные настройки рендера, которые ты хочешь получать в дальнейшем. Далее вкладка Optimization. С помощью нее ты можешь, грубо говоря, оптимизировать процесс рендера, особенно с помощью первой и второй вкладки. В первой ты можешь настроить количество лучей, которые будешь использовать для просчета Reflection. И Refraction. Вот, Maximum Tray of Depth – это максимальная глубина трассировки. Если мы, например, имеем сцену со множеством стекол, ну, если это, конечно, Refraction, и вот когда куча стекол стоит как домино, и мы начинаем смотреть сквозь них, то у нас есть определенное количество отражений в них. И при настройке этого, а именно при понижении или повышении, мы видим, что либо увеличивается глубина, либо уменьшается. То есть количество отражений внутри, допустим, а, ну, стекла, в корне зависит от этих параметров. Смотри, все наглядно. Далее идет вкладка GI – Global Illumination. Про нее мы уже говорили. Есть несколько режимов. Это Photon Map, Radiance Cache и Brute Force. Brute Force является самым основным двигателем GI. Это очень точный движок, и он невероятно прост в использовании. И вот на вопрос, почему Redshift является самым быстрым рендер-движком. Просто посмотри тесты, которые используют другие рендеры с Global Illumination, и сравни разницу. Пожалуйста, только ни в коем случае не сравнивай рендеры реального времени и рендеры этого движка. Это небо и земля. Абсолютно две разные технологии, которые имеют камни в обоих случаях. А вот и Radiance Cache – это очень необычная штука, которая позволит запекать свет и моментально грузить кэш для быстрой обработки кадра относительно глобального освещения. Здесь вообще разговоров на часы, даже запекание света возможно в Redshift. Отлично. Ну и Photon Map для просчета следующей вкладки. Это каустика, которая позволяет создавать офигенные лучи, отражающиеся от стеклянных поверхностей. Ну или от воды. Особенно, когда ты видишь на берегу океана, а или море, да или просто даже в обычной ванне, когда бликует классный свет на самом дне. Это и есть та самая каустика. Ну а далее у нас находятся настройки по SubSurface, то есть под поверхностного рассеивания, о котором мы говорили в прошлом уроке. Различные системные настройки, а одним из которых является Bucket Rendering, где ты можешь увеличивать размер кадров, которые рендерят всю область нашего кадра. Ну а также то, каким образом этот квадрат будет перемещаться по всему изображению. Итак, у нас есть главная настройка Basic, где мы как раз крутим наши сэмплы. Снизу есть вкладка Unified Sampling. Как раз этими настройками мы повышаем качество нашего рендера. И нужно быть аккуратным при работе с этими значениями, потому что если выставить достаточно много, то сцена может грузиться по часу на кадр. Конечно, такое бывает и при минимальных сэмплах от нагруженности самой сцены. Присутствует минимальный и максимальный порог для сэмплов. Сэмплы – это количество проходов, необходимых для точного просчета сцены. Чем больше ты ставишь сэмплов, тем больше будет проходов на кадр. Максимальное значение дает возможность поставить ограничения на сэмплы. У нас есть вот такая галочка Show Samples. Так вот, если еще происходит обнаружение шума вокруг пикселя, тогда будет продолжаться сниматься больше лучей для этого пикселя, пока он не станет чистым. Ну или хотя бы примерно чистым. Если же этого не происходит, то он дойдет до максимального значения. И как раз, когда мы нажимаем Show Samples, то видим, где находится больше шума. Ну, грубо говоря. Но лучше включать тот же Show Samples в окне Render View. Он находится вот здесь, вверху, в кнопке, где мы настраиваем обычное изображение и изображение без цвета. То есть просто настраиваем свет. А вот как раз и есть эти сэмплы. Зашумленные участки изображения – это яркие лучи. Как только мы начнем повышать значение сэмплов, то начнем видеть совершенно другие результаты. Участки начнут темнеть, а большие белые пятна тоже начнут уменьшаться. Чтобы читать этот график лучше, необходимо менять наши режимы на регуляр, а потом на сэмпл и обратно. Для того, чтобы видеть, каким образом все это взаимодействует. Ты можешь отскринить определенные кадры, чтобы поместить их внизу и сверять с тем, что получилось. Все это будет сохраняться, и ты точно так же можешь возвращаться к какому-то другому результату, увидев, что ты сделал что-то правильно или нет. Смотри, что такое сэмплинг оврайт. Если мы спустимся чуть ниже, то увидим кучу разных параметров, таких как Reflection, Refraction, AO, Light, Volume, Single, Scattering и Subsurface. Ты уже знаешь, что это такое. То есть отдельная выборка сэмплов на каждый из каналов. Чем отличаются Unified Sampling и Sampling of Rights? Если ты поднимаешь Unified Sampling, то ты увеличиваешь значение всех этих сэмплов, то есть Reflection, Refraction, AO до такого же уровня, который находится в Unified. Но нам, например, не нужно поднимать другие сэмплы в стиле Volume или Single Scattering, потому что у нас их вообще нет в сцене. Либо они находятся на дальнем расстоянии, ну и вот в таком качестве, который нужно максимум 32 сэмпла. Поэтому нам необходимо поставить в Unified Sampling минимальное значение 4 и 16 максимальное, как у нас стоит по умолчанию. Затем в последовательности крутить каждый из параметров, который будет влиять на изображение. Допустим, начнем крутить Light. Мы будем поднимать все сэмплы, касающиеся света, который попадает на объекты. Видим, что результаты улучшаются. А самое главное это то, что мы оптимизируем систему на дальнейший просчет, потому что ей не надо грузить все лишние сэмплы, которые и вовсе не нужны. Unified Sampling это не только поднятие всех значений разум. Он необходим для сглаживания и общего качества всей картинки. То есть, если мы поставим значение на самый минимум, мы обнаружим такие артефакты. Даже при повышенных сэмплах в других настройках мы не будем получать картинку сглаженной, потому что когда мы убрали весь шум, в дальнейшем аккуратно поднимем Unified. Сразу залезу на вкладку GI для того, чтобы повысить сэмплы на Global Illumination. Это как раз те просветы, которые ты видишь на машине, а желтым и белым цветом. Давай начнем медленно поднимать значение Unified, чтобы ты видел разницу. При 16 сэмплах мы получим уж более-менее сглаженный результат. Но если мы будем поднимать по одному сэмплу, то картинка будет явно превосходить предыдущий результат. И чем больше сэмплов ты будешь поднимать, тем меньше будет видна разница. Давай укажем 64 сэмпла для того, чтобы наша картинка была более сглажена. И далее немного в ускоренном режиме Show Samples я буду потихоньку крутить значение, чтобы добиться какого-то приемлемого результата. Кстати, смотри на Show Samples. Я могу прекрасно тебя понять, что ты не можешь сообразить, где присутствуют сэмплы по факту, ну вот в реале. То есть белое, черное, серое, какая разница. Смотри, если конкретно наблюдать за тем, что есть в обычном цветном режиме и в Show Samples, в основном шумы видны в участке, где на Show Samples пиксели расположены не так близко друг к другу, а в хаотичном режиме. И нам необходимо достичь плавности. Ну и если уж у нас и есть такие белые участки. И как раз с помощью этого режима будем двигать нужные значения. Просто смотри и анализируй ситуацию. Если подойти к этому правильно, то это даже интересно. Здесь нет ничего сложного, типа буквально все нарисовано и разжевано. Как ты видишь, я специально опустил значение яркости в Domlight, чтобы наш шум выглядел гораздо контрастнее. Да и вообще в принципе больше, потому что Redshift очень хорошо справляется с ярким освещением. И вообще, чем темнее место, тем больше шума. Поэтому будем выходить именно из сложной ситуации. Отлично, когда мы настроили сэмплы, давай посмотрим, сколько займет времени наш рендер при конечном этапе. Да, начнем рендер, но мы пока еще ничего толком не настроили на конечный вывод. Это необходимо для того, чтобы просто проверить. Так что нажмем на кнопку конечного рендера, а вот здесь. Ничего не сохранится. Не будем заменять файлы, просто проверим. Это у нас Picture View, где будут храниться данные о рендерах, которые мы производили в конечном итоге. Вот здесь внизу мы видим время, за которое отрендерится наш результат. Ускоримся. И замечаем, что вся наша картинка при вот таких результатах и также при темном освещении дала 1 минуту 12 секунд. Я не скажу, что это много или мало, потому что все это конкретно зависит от полноценной композиции. У нас практически даже и того, что было на заднем фоне нету. И вот поэтому нужно учитывать, какой объем информации есть на сцене. Нужно учитывать также, сколько кадров будет рендериться. Если это один кадр, можно подождать и 5 минут для суперчистой картинки, да и 15 в принципе, а в зависимости от разрешения. Почему бы и нет? Если это очень быстрая анимация, то количество сэмплов можно поставить гораздо ниже, для того, чтобы получить картинку более шумной, но этого практически не будет заметно. Отлично! Давай зайдем обратно в настройки рендера. А я опустил все значения для того, чтобы мы познакомились со следующей функцией. Это denoise. Я не пользуюсь этой штукой практически никогда и советую в принципе не пользоваться, потому что она достаточно сильно жрет изображение. Не по производительности, а именно по артефактам. Да, шум будет убран, но будет убран программно. Ну то есть после того результата, который ты получил. На выбор у нас есть три режима. Два алтуса и оптикс. Denoise нужен для того, чтобы сократить время рендера. А шум у нас, например, есть нефиговый. И причем при поднятии сэмплов, количество времени на прогруз одного кадра слишком высокий. И нам хочется получить более приемлемый результат, но без шума для того, чтобы не тратить очень много времени. А это очень хорошо помогает при заказах. Но тут, блин, есть небольшая халтурка, но иногда помогает. Эта штука в любом случае гораздо лучше любой другой программы и плагина в After Effects. Очень большие проблемы могут возникнуть с анимацией. Вообще нежелательно использовать ее. Но особенно, когда ты применяешь все в большом количестве кадров. Иначе все может поплыть, размазаться и один кадр не будет похож на следующий. Смотри, режимы Althus гораздо медленнее. Но точнее. Но это не всегда так, потому что результаты всегда абсолютно разные при разных кадрах. Есть режим одного прохода, так и двух. Ну, как ты догадался. При одном будет один просчет, при двух – два просчета и в два раза дольше, конечно. Вот какие результаты мы получаем. Здесь уже присутствуют определенного рода артефакты. Ну, вот как-то так. Про коэффициенты я расскажу в полноценном курсе, так как это сейчас займет очень много времени. Также тебе необходимо знать, что Althus просчитывается через бакеты. Когда мы включаем наш Render View, его не будет происходить. А будет как раз с Optics. Он быстрее и со своими особенностями. Да, именно в реальном времени начинается просчет всех наших шумов за раз. Вот такие дела. Итак, еще о чем я бы хотел с тобой поговорить – это Motion Blur. Я заанимировал камеру от 0 до 35 кадра. В настройках Redshift мы должны найти такую вкладку, как Motion Blur. Вот здесь у нас имеются настройки включения, а также размытие позиций и затвора. Давай мы увеличим интенсивность нашего блюра в функции Frame Duration. И поставим промежуток наших кадров от 0 до 35. Нажмем на кнопку конечного рендера вот здесь. Отлично! Давай я пропущу этот момент, чтобы мы перешли к сути дела. Итак, мы отрендерили все наши кадры и видим, что картинка нехило так размазалась. Попробуй поиграться с этими настройками. Они дают возможность сделать из более-менее реалистичной картинки супер классную и уже более похожую на правду. Время просчета, конечно же, увеличивается. И все, что ты делаешь в рендерах – это очень аккуратные действия, которые придут тебе с опытом. Давай я поставлю на 15 кадр. Он у нас самый мыльный и уменьшу интенсивность для того, чтобы ты просто посмотрел. Вот каким-то таким образом. Если мы увеличим количество сэмплов на Unified Sampling, то все наши шумы уберутся. То, о чем я еще не сказал, так это о том, что количество сэмплов можно оптимизировать до такой степени, что не обязательно повышать сэмплы даже в тех местах, где я указал. Количество выборок каждого сэмпла можно настраивать в материалах. То есть в каждом отдельном материале, практически в каждой отдельной функции, есть отдельная настройка сэмплов. Вот таким образом, да. Это есть везде. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это настройка постэффектов. Очень частая проблема, когда ты можешь настроить что-либо в превью окне, а потом понять, что все это дело передалось в конечный рендер. Настрой как нужно тебе, если ты хочешь, чтобы все вышло в конечном итоге. Либо убери галку, если хочешь, чтобы это все выглядело только на рендер вью. А вот в конечном итоге не было. Все настройки находятся в настройках рендера. Убирай галочки там, где ты не хочешь видеть результат. Отлично. В output мы настраиваем разрешение, количество кадров, промежуток просчета информации. В save мы выбираем путь сохранения всей нашей секвенции. А формат, глубина и давай просто добавим и перезапишем. Окей. Точно так же, если ты не сохраняешь файл через XR, ты можешь сохранить мультипасс вот в этой вот вкладочке через другие форматы. Либо укажи путь XR, чтобы сохранить файлы XR соответственно. Ах да. Вот еще галочки, которые можно поставить как альфа канал. Чтобы в дальнейшем можно было редактировать наш шот с помощью дополнительного пасса для After Effects или Nuke. Итак, я безумно рад, что ты дошел до конца. Что ты слышишь меня на данный момент. И теперь смотри. Заходим в материал, видим огромное количество нот. И что первым делом мы думаем? Блин, вот бы классно было все это знать. В полноценном курсе, а реклама, да? В полноценном курсе я расскажу полностью все ноды. Все вкладки, почему туда, почему там, почему это вообще работает, как это работает. Также у нас есть классное обновление, где я уже на данный момент закидываю прикольные уроки, а например создание пластилина или мультяшного рендера, как в комиксах. Настройка еды и его фишек. И скоро будут новые уроки, которые снесут тебе башню до конца. Спасибо тебе за просмотр и удачи!